Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок физическая культура. И тема сегодняшнего урока у нас – игровая деятельность на укрепление доверия. Урок номер 2022. Цель обучения – экспериментировать с тактиками, стратегиями и структурными идеями для повышения уверенности и улучшения способностей. Оценивать свои и другие лидерские командные навыки с целью оптимизации совместной работы. А также оценивать альтернативные идеи, связанные с движением для реагирования на изменяющиеся обстоятельства. И сейчас я вашему вниманию предлагаю видеозарядку, где вы можете присоединиться и выполнять. Итак, мы начинаем с вами новый комплекс утренней гимнастики. Итак, ноги на шаре плечи, руки на пояс, на голову головы, влево-право, вперед-назад. Упражнение влево-начинай. Раз-два-три-четыре. 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 И раз-два-три. Закончим упражнение. Слышь упражнение, что за плечами университет плеч, круговое упражнение. Плечи вперед-назад. Упражнение начинай. Раз-два-три-четыре. 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 И раз-два-три. Закончили. Следующее упражнение. Упражнение влево-начинай. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. Закончили. Следующее упражнение. Поворот на полпуще. Лево-три-четыре. Раз-два-три. Закончили. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Руки вперед-забой. Махи ногами. Лево-три-право. Упражнение с левой ноги. Начинай. Раз-два-три-четыре. 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 И раз-два-три. Закончили. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Руки по шманку. Наклоны. Право. К левой ноге. В середину. И к левой ноге. Упражнение слева ноги начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение ноги вместе. Крути по шкам. На счет раз ногу отставляем назад на носок. Мы понимаем, как поднимаем. Ставим сквозное положение. На счет три идет правая нога. Упражнение слева ноги начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Наклоны в сторону. Ноги вместе. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Упражнение начинай. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили на этом упражнении. Актуальность нашей темы. Волейбол – это игровой вид спорта, который пользуется большой популярностью. Занятия волейболом способствуют развитию многих физических качеств, таких как сила рук и плечевого пояса, а также привычести, быстроты реакции, координации движений и физической силы. Волейбол, допустим, доступен и детям, и взрослым. В нее можно играть как в спортивном зале, так и на открытой площадке. Игра в волейбол не только укрепляет здоровье, но и воспитывает такие качества, как смелость, настойчивость, приступленность, коллективизм, взаимопомощь и чувство дружбы. Для любителей волейбола это распространенные развлечения и способ отдыха, благодаря простоте правил и доступности инвентаря. Краткие правила игры в волейбол. Волейбол – это коллективная игра. Она проводится между двумя командами. На площадке в каждой команде выступает 6 человек. Цель игры – ударами рук направить мяч на сторону соперника и там приземлить его. Мяч состоит из 5 партий, а они из эпизодов, в любом из них разыгрывается одно очко. Эпизод начинается с подачи мяча через сетку. Подающий находится за линией своей площадки. После чего игроки неприятельской команды, передавая мяч друг другу не более двух раз, третьим ударом отправляют его через сетку. Команда получает очко и право на следующую подачу, если ее соперник не сумеет отбить мяч и он коснется земли или пола. Или не перекинет мяч обратно через сетку за три касания. Выигрывает партию команда, набравшая 25 очков. При счете 24-24 игра продолжается до тех пор, пока разница не достигнет двух очков. В матче побеждает команда, которая одолела соперника в трех партиях из пяти. И в пятой партии уже требуется набрать не 25, а 15 очков. Итак, общие требования волейболи. Техника игры волейболи подразделяется на технику нападения и технику защиты. Как нападения, так и защиты выделяют стойки и перемещения, технику владения мячом. Во время игры волейболист перемещается по площадке. Целью этих перемещений является выбранное лучшего места для приема мяча и для выполнения других технических приемов. Стойки различаются по степени сгибания ног, то есть основная, высокая и низкая. И перемещения по площадке выполняются ходьбой, бегом или скачком. И здесь, посмотрите внимательно, правильное положение кистей рук и пальцев при передаче мяча, как должно быть. И стойка игроков. Так, техника безопасности. Чтобы избежать травм, следует соблюдать правила техники безопасности. Значит, в начале занятия сделать нужно обязательно разминку, хорошо разогреть мышцы и связки. Обязательно осмотреть игровую площадку, чтобы на ней не было опасных предметов. Не принимать мяч сверху на прямые руки, большие пальцы не выставлять вперед. При приеме мяча снизу не сгибать руки в локтевых суставах. Внимательно следить за тем, чтобы мяч не попадал в вод ноги. И после прыжков приземляться на согнутые ноги и в широкую стойку. Форма одежды. Одежда это флот футболк, спортивные шорты, носки, кроссовки или кеды на тонкой гибкой подошве и на коленнике. И размер волейбольного мяча у нас окружность составляет 65-67 см. Вес мяча от 260 до 280 грамм. И, соответственно, давление от 0,30 до 0,320 к игры. Техника игры это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту для успешного участия в игре. Для достижения успехов в быстро меняющихся игровых ситуациях волейболист должен владеть широким кругом технических приемов и способов. Эффективно использовать их также в игре. Техника игры приобретает летущее значение, поскольку подвергается оценке судей и тем самым непосредственно влияет на результат. Технику игры составляют приемы и их разновидности. Арсенал и разновидности техники отражают техническое мастерство волейболиста. И рассмотрим классификацию техники игры. Техника игры волейбол отличается тем, что касание мяча руками должно быть кратковременным и отрывистым. Задерживать мяч нельзя. Это требует умения быстро передвигаться по площадке, чтобы своевременно выйти к мячу и занять удобное исходное положение. И тут рассмотрите схему, то есть что относится у нас к технике, а именно это атакующий удар, передачи, перемещение, приемы-подачи, прием передачи, подачи и блокирование. На следующий урок мы с вами продолжим нашу тему. А на сегодня всего доброго и спасибо за внимание.